Эфир телеканала ННТ продолжит Новости Дагестан. В студии Белла Ахмедова. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Совершив преступление у себя на родине, скрывался на Чужбине. В Москву из Объединенных Арабских Эмиратов доставили мужчину, который убил своего знакомого Хасавьурти. Об этом через минуту. Теперь на контроле Бастрыкина. Глава следкома России поручил провести проверку по факту незаконного присвоения парка в поселке Билиджи Дербинского района. Свободное падение ценой жизни. 9 трагичных случаев произошли в Дагестане с начала этого лета. О чем речь, смотрите в сюжете. Жалобы услышаны. Более 300 миллионов рублей направлены для решения наболевших проблем жителей села Черкей Буйнакского района. Дагестанец создал уникальный тренажер для успешной реабилитации после инсульта. Подробнее об изобретателе расскажем в выпуске. Объединенные Арабские Эмираты выдали России мужчину, который убил своего знакомого в Хасавьурти. В мае прошлого года Зулумхан Жамалулаев из-за долговых обязательств нанес бывшему приятелю ножевые ранения, после чего скрылся. Через 4 месяца Генпрокуратура России объявила преступника о международный розыск. Благодаря тесному взаимодействию двух государств удалось добиться решения о выдаче обвиняемого из Эмиратов. Мужчину уже доставили в Москву. Его привлекут к уголовной ответственности за убийство. Глава следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту незаконного присвоения парка в поселке Белиджи Дербенского района. Речь идет о территории площадью более 5000 квадратных метров, которую в 2008 году передали в собственность одной из коммерческих компаний. Принадлежала она родственнику экс-чиновника райадминистрации. Несмотря на выявленные в 2015 году нарушения, организация не занималась благоустройством парка, а напротив вырубала деревья. После чего здесь установили мусорные контейнеры. Местные жители неоднократно обращались к властям с просьбой вернуть территорию, но ситуация не менялась. Сейчас Следственный комитет проводит расследование. Я здесь родилась и выросла, мне уже 68 лет. И я его с детства помню, мы спокойно могли здесь пробегать, игрались в парки все время. Вот на этом месте стояла танцплощадка. Деревья, они такие деревья здесь были. Летом аж холодно было под этими деревьями. А сейчас вот вырубили, сказали, новые деревья посадим. У нас на кладбище 16 молодых ребят, только здесь, рядом, захоронены. С СССР, которые погибли. Один из них мой боец. Один из них. Вот в честь этих погибших, Аллея Слава, мы за свой счет. Все здесь. Это парк, общественный парк, незаконно приватизированный. Как я помню, с 2001 года указанием президента страны парки, скверы, аллеи не приватизируются. Не администрация продала ее в себя, потому что это превышение злопотребления. Парки, скверы не продаются, они не приватизируются. И вот посмотрите, во что даже. Более 300 миллионов рублей направлены для решения наболевших вопросов села Черкей и Буинакского района. Напомним, что в феврале этого года черкейцы обращались к главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой обратить внимание на ситуацию в муниципалитете. Два месяца мы сидим без воды. Еще будем, наверное, полгода без воды сидеть. Почти 900 хозяев. Ну почему живя около воды, черкейцы должны без воды сидеть? Населенный пункт посетил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, где провел встречу с местными жителями. Главной темой обсуждения было решение проблемы с водоснабжением. На это уже выделено более 90 миллионов рублей из республиканского бюджета, отметила Абдулмуслимов. Также выделены средства на проведение работ по газоснабжению, строительству образовательных учреждений и реконструкции дорожных объектов. Там должны быть все пункты, что вам нужно для вашего села. Где нужно менять вентиль, где нужно воду проводить, куда можно газ проводить. Для комплексного развития вашего села, где должен быть садик, где должен быть спортивная площадка, где должен быть футбольное поле. И вот эти все вопросы вы должны поднимать перед руководством района и должны поднимать перед руководством республики. Девять случаев падения детей и подростков из окон произошло в Дагестане с начала этого лета. Инциденты зафиксированы в основном в Махачкале, Кизляре и Дербенте. К сожалению, не всем удалось выжить. О том, как обезопасить себя и своих близких, расскажет моя коллега Тамара Самедова. Ей слово. Ежегодно десятки детей в республике выпадают из окон, что приводит к тяжелым травмам и даже гибели. Один из последних инцидентов произошел месяц назад в Махачкале. Пятилетний Хаджимурат, находясь в гостях у бабушки и дедушки, выпал из окна третьего этажа. Он хотел понаблюдать за птицами. Забрался на подоконник и, оперевшись на москитную сетку, сорвался вниз. В итоге у Хаджимурата обнаружили открытый оскольчатый перелом бедра. Мальчик уже прошел две сложные операции и еще предстоит третье. Нам очень повезло, что внизу были молодые деревья с мягкой листвой, с мягкими ветками, которые смягчили удар. Слова Аллаху, он не ударился головой, цел позвоночник, могло быть что угодно. Сколько случаев мы знаем, когда дети падают с такой высоты и бывают непоправимые. Нам повезло. У сына открытый оскольчатый перелом бедра. Самый опасный детский период от года до семи лет, отмечают специалисты. В этом возрасте ребенок еще не способен понять, какие последствия может повлечь тот или иной поступок. Единственный способ защитить маленьких детей от падения – установить блокираторы. Можно, наверное, только сказать о том, что не оставлять маленьких детей без внимания старших, а также предусмотреть, наверное, те ситуации, возможные, которые связаны с окнами, с блокираторами, с фиксацией, так как действительно маленькие дети, проявляя интерес, любознательность, они могут подвергаться опасности. Москитные сетки не защищают от падения, они лишь создают ложное чувство безопасности. Поэтому нужно устранить всевозможные причины риска. Ответственность за детей полностью лежит на взрослых, как с правовой, так и с религиозной точки зрения. Если из-за халатности родителей с ребенком что-то случится, то в этом случае, конечно же, родители несут определенную ответственность и в этой жизни, и перед Всевышним Аллахом. Поэтому нужно там, где мы живем, будто это двор, будто это квартира, смотреть, учитывая все моменты, порядок привести и сделать так, чтобы никакой вред ребенок от этого не получил. Дети продолжают погибать и травмироваться, часто оставаясь инвалидами. В сети полно таких видео. Взрослые из-за халатности и невежества подвергают своих детей страшному риску. Каждое падение, как правило, можно было избежать. Тамара Самедова, Шемиль Хирея Сулаев, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Махачкала. В Махачкале появятся два новых автобусных маршрута. По данным мэрии, общественный транспорт под номером 66 свяжет троллейбусное кольцо и улицу Буйнакского. А автобус номер 67 будет курсировать от Сума до Южной автостанции. В настоящее время управлением транспорта города объявлены открытые конкурсы на обслуживание этих и других маршрутов. На всех линиях также планируется обновить автобусы. Спасательные работы над морем станут еще более эффективными. На базе авиационного спецотряда Росгвардии в Махачкале прошли учебно-тренировочные полеты. В течение двух недель над акваторией Каспийского моря летный состав войск отработал практические навыки пилотирования, поиска и спасения пострадавших с водной поверхности. Подводя итоги, руководством авиации было отмечено, что все задачи выполнены в полном объеме. Полеты сложные, привлекаются наиболее подготовленные летные составы. В наше время и сейчас очень актуальны такие задачи. И особенностью данной подготовки, данных полетов является то, что здесь очень важна связка работы всего экипажа, особенно командира и бортового техника, потому что командир не видит перемещений. Перенести инсульт и стать изобретателем. Дагестанец создал уникальный тренажер для успешной реабилитации после тяжелой болезни. Новатор назвал свой аппарат «Стимул Хадид». Как прошел путь нашего героя в сюжете Хадиджи Хавас. Помогать людям. Жизненная позиция Алиасхаба Магомедова. Когда-то он работал кузнецом в Сургуте, имел собственное дело. А 13 лет назад его жизнь изменилась. Наш герой перенес инсульт. Уже спать ложился. И дома никого не было. И получается, инсульт получил. И на кровати. И скатился на пол. И на полу долгое время пытался позвать или встать, или что-то произвести впечатление. Ну, свое. Так ничего не смог. Отключился. Очнулся и увидел, что еду на скорую помощь. Мало кто верил, что он сможет вернуться к нормальной жизни. Однако Алиасхаб доказал обратное. Поддержка родных и близких, а также личное стремление встать на ноги, сыграло важную роль в восстановлении. Он одевает носок. Я только руку протяну ему помочь. А он уйди, уйди, уйди кричит. Не дает. Он очень самостоятельный и терпеть не может, когда ему... Его просьбы дважды, когда говорю. А вы скажите по поводу тренажера. Вы вообще как смотрели на эту идею? Вы знаете, я очень удивилась. Я думала, ну, он весь сосредоточен на болезни и на том, как бы поддерживать на плаву свой кузнечный цех. Оказывается, у него такая идея была. Он одной рукой научился варить детали. Свой первый тренажер Магомедов сделал из металла. Однако она имела свои недостатки. Алиасха продолжил совершенствовать изобретения. Многочисленные попытки сделали свое дело. Наш герой получил патент. Сначала я пошел туда-сюда, знакомым. Подмяться и отмахивались. Я не говорил нормально. Д-д-д-д-д-д-д-д-д-д. Тормозил. Они, да. Что-то придумывают. Мало ли что. Не обращали серьезно. Пришлось самому браться за дело. И делать тренажер. Этот патент на тренажер из металла. Из металла. Да. Тот тяжелый. А этот, на который я буду получать патент. Чтобы тренажер стал приносить пользу людям, ему необходим регистрационный медицинский учет, отмечает изобретатель. Но в связи с трудным материальным положением реализовать свои планы Магомедов пока не может. Тем не менее, наш герой не намерен останавливаться на достигнутом. Впереди у него новые идеи и проекты. Хадиджа Хавас, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ Каспийск. И к другим темам. Сегодня Россия отмечает День государственного флага. По всей республике проходят праздничные мероприятия. На центральной площади Махачкалы руководство города, общественники и горожане вместе развернули национальный символ страны и республики. С этим днем дагестанцев также поздравил Сергей Меликов в своем телеграм-канале. Более 100 тысяч рублей пожертвовали дагестанские студенты из ведущих вузов Москвы на строительство Духовного центра имени пророка Исы Мирьему. Они посетили культовое сооружение республики. Для них провели экскурсию и детально рассказали о возведении мечети и реализуемых проектов на территории центра. В мероприятии также приняли участие представители фонда «Инсан» в Москве и руководители дагестанских землячеств московских вузов. Хотел поблагодарить всех студентов, которые вложили сюда существенный вклад. Они организовали сбор через фонд «Инсан» и внесли сумму. И всех студентов за то, что они так активны в Москве, дали от малой родины. Грандиозное событие. Потому что Махачкала, Каспийск, они вскоре соединятся. И по сути, это будет один большой город. А вот эта мечеть в данный момент решит все вопросы, связанные с проведением религиозных мероприятий. То есть люди найдут себе пристанище в плане религии. И к новостям спорта. Гамит Агаларов перешел в «Динамо» Махачкала. Нападающий подписал с футбольным клубом трехлетний контракт. Отметим, что 24-летний форвард, воспитанник дагестанского футбола. Ранее он выступал за Грозненский, Ахмат и Уфу. А в сезоне 2021-2022 Агаларов стал лучшим бомбардиром российской премьер-лиги, забив 20 голов в 30 матчах. «Динамо» будет выступать под номером 25. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также и в социальных сетях. Хороших новостей и до скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин